И снова добрый день, мои дорогие! С вами, как всегда, Алкобарт, и, конечно же, мы будем что-то пить, а заодно об этом обязательно поговорим. Помните, я обещал вам трешачок? Помните, да? Вот, господа, вот он. Я действительно при отъезде из Минска пробежался по магазинам и купил вот это. Я, честно, хотел купить какого-нибудь плодового выгодного, но мимо этого я просто не смог пройти, ну, сами понимаете. Короче, господа, понимаете ли, вермут, родиной красного вермута считается Италия, родиной белого вермута Франция, а белорусский вермут, вот он, господа, брусничный и черничный. Да, и это Минск кристалл. Вы посмотрите на это. Вообще, во-первых, разный цвет, что уже интересно. Во-вторых, бутылки. У них даже бутылки разные. Вот это вот кристалловская своя какая-то, сильно фирменная, а это, видать, то, что взяли из вторсырья, потому что сей вермут разливаться должен вообще в что получится. Я вообще удивляюсь, почему он не в пластике. Ну, да ладно. Составы. Составы я тут вынес в телефон, сейчас расскажу. Значит, виноматериал яблочный натуральный столовый. Хорошо. Сок яблочный сброжен на спиртованный. Ну, ладно. Вода питьевая, спирт люкс, сахар, основа концентрированная вермут крышталь, в которую входит трава полыни горькой, тысячелистник, пижма бальзамическая, листья мяты перечной, корневища аира, кардамона, травы чабреца обмолоченного и душицы, мускатный орех, кориандр, корица. Ну, неплохо. Виноматериал черничный натуральный. Вот здесь. Это черничный. Виноматериал черничный натуральный. А здесь сок сброженный брусничный. Большой разницы, честно говоря, нет. Поэтому не пытайтесь ее найти. Но мы почитаем, что производитель пишет на сайте. Вино плодовое. Крепленное, крепкое, ароматизированное, улучшенного качества. Кстати, вот это вот улучшенного качества, это уже в последнее время стало некой фишкой, потому что в Беларуси запретили выпускать обычные, ординарные плодово-ягодные вина и на их основе еще что-то. Поэтому все они теперь идут только улучшенного качества. Так вот. Вкус полный, гармоничный. С ароматом яблок и черники. Ну, в одном случае, во втором бруснике. Тонами пряно-ароматических трав и полынной горчинкой, ребятушки. Цвет от соломенного до янтарного с розовым оттенком. Производимое предприятием Вермуты в своем составе содержит основу концентрированную пищевую, произведенную из сбора трав путем экстрагирования Вермут Крышталь. Ну, про нее мы читали. И дальше они нам хотят показать несколько коктейлей, господа, на основе вот этого. Первый, например, идет Куэмбли. Виски Инверхаус. Сами понимаете, конечно, надо кристалловское брать. Вермут Крышталь. Ананасовый сок и колечко ананаса. И вот-вот есть еще ночная тень, сухой Манхэттен. Ну, короче, это жопа, ребята. Это, опять же, беспросветная жопа. Ну, да ладно. Изначально Вермуты были просто полынные. А сейчас уже, да, вот видите, Минск Кристалл начал такие свои добавки производить. Изюминкой все-таки является форма этих двух бутылок. Причем они стояли рядом, вот так, на полке. Вот так вот. Как два братика, но не близнеца. И пришлось взять. Так. Черничный или брусничный? Брусничный или черничный? Знаете, как с таблеткой. Синяя или красная. А что так, что так, все равно нажремся. Спирт в обоих 18, сахар 65 грамм на литр. Объем 0,5. Ну, что делать? Срок годности 18 месяцев. Этот выпущен 11.02.19. Этот 18.03. О, в день рождения моей матери. Прикольно. Ну, что? Надо доставать стаканы. Стаканы я под них даже новые нашел. Вот. Даже достаю. Даже ни наклеечки нет. Диамакс. Мэйд ин Франс. И тить-колотить. Мэйд ин Франс. Господа, вы когда-нибудь видели, чтобы французские бокалы наливали белорусский верму? Ну, ладно. Я даже нюхать пока не буду. Мне страшновато, если честно. Открылась. И на том спасибо. Наливать будем немного. Наливать будем немного, потому что ему надо подышать, сами понимаете. Напиток богатый. На пузыри, по крайней мере, он богат точно так. Вы смотрите. Обе бутылки сразу открылись. Точно улучшенного качества. Значит так. Что мы имеем? Мы имеем то, что он теперь не закрывается. Я думаю, что это подлость от производителя. То есть, если вы это открыли, вы должны допить. Все. Ну, все. Капец. Все. Пробка. О. Смог. Стоять. Запах такой пошел интересный. Только не знаю, от кого из них. Вот реально сижу на улице, ветерок легкий дует. Запах пошел. Ой, твою мать. Хуй, мать твою. Но пахнет этот лучше. Это у нас брусничка. Да, брусничка. А это черничка. Почему черничка светлее? Это никак не укладывается в моей голове. Ну, да ладно, производителю виднее. Ой. Брусничный пахнет более-менее вкусно, что странно. А этот пахнет никак. Совершенно никак. То есть, может, после бруснички такое. Давайте его и выпьем, кстати. Не мартини. Да, не мартини. Фу-фу-фу-фу. Да. Черничкой, кстати, как говорится, черничкой не пахнет в прямом смысле слова. Потому что тут реально этой черники, походу, вообще нет. Просто. Я не знаю, где у них там что-то сброженное. Брусничка. Слушайте, оно так в нос бьет. Нос чешется автоматически. Просто. Серьезно. Серьезно. Не, ну брусничка после этого реально райский нектар просто. Это уже можно пить. Абсолютно серьезно. Как ни странно. Но это какая-то жопа. Я очень правильно сделал. Я в том же магазине взял. Вот это дело закусон. Сами понимаете. Белорусский вермут. Только сырком дружба. Все. Только сырком дружба. И то я, наверное, его открывать не буду. Я надеюсь, я за эту запись это все же не допью. Правильно, да? Поэтому потом под предварительный монтаж под... Ох, господи! Ребята, как говорится, те, кто это пробовал, напишите в комментариях. У вас тоже от них так нос чесался? Это просто капец какой-то. Может, у меня уже аллергия на белорусский трешачок начинается. Что, кстати, вполне вероятно. С учетом того количества, в котором я его периодически потребляю. Ну, вы поняли, да? Закрылось. С обратного конца. Теперь, как говорится, тест с другой стороны. Главное, чтобы стаканы от удовольствия не треснули. Made in France. Откуда они взялись вообще? Ладно. Давайте так. Брусничка реально пахнет. Брусничка реально пахнет. Брусничка пахнет хорошо. Откровенно хорошо для напитка за 2 доллара. Серьезно. Это хрень. Это откровенная хрень. Если бы мне не жалко было вот эту вот всю хрень, какой-то там плющ и какой-то виноград, я бы, наверное, его туда и вылил. Ой, блин. Да. Ладно. Давайте. Брусничка. Вполне. За 2 бакса, не то, что вполне, а за 2 бакса лучше и желать-то нечего. Абсолютно серьезно. Поэтому вот этот вот, который брусничный вермут премиум, брусничка вполне занимает свою нишу. За эти деньги она офигенна. Вот-вот сразу. Серьезно. Поэтому тут трешечка не получилось. А тут, походу, получилось. Тут у нас черника. Черника, на которую я как раз почему-то и возлагал основные надежды. Я думал, что она будет приятнее. И долго сидел вот так перед записью и сравнивал, почему, блин, брусничный темнее. Ну, я думаю, эта загадка уже сгинет в пучине времен. Никто это никогда не решит. Говно. Говно, ребята. Самое интересное, абсолютно одно и то же в составе. Разница черника и брусника. И это говнище, а это нормально. Ладно. Мы пойдем другим путем. У меня тут есть пивной стакан. Да, в нем немножко пены из-под пива осталось. Я же разгонялся перед записи. Потому что, сами понимаете, на трезвое такое писать нельзя. Просто нельзя. Я буду бояться. Я буду плакать, звать маму, убегать в кусты. Бруснично-черничный рай, господа. Коктейль, который, ну, если не унесет вас в рай, то, по крайней мере, попытается это сделать. Давайте, как раз третье за дурачков месяца, за вот этих вот всех кодирологов, за трезвостничок, за секту фанатов китайского спирта, порошкового пива и вина. Ой, вот как раз им желаю вот такое пить всю оставшуюся жизнь. Фу! Подтверждение законов математики в полной мере. Вот сейчас плюс на минус реально дал минус. Откровеннейший минус. Вообще совершенно. Они по раздельности. Сейчас я не могу это так оставить. Давайте так. Я вот это назвал говнищем. Все познается в сравнении, ребята. Это уже не говнище. После того, как я выпил их смесь, вот это было очень печально. Ладно. Давайте так. Лидер нашего сегодняшнего вечера вот этот вот брусничка. А черничка отправляется на заслуженный отдых. За нее мы, собственно, и выпьем. Все. Уходи. Остается брусничка, которой я нежданно, негаданно, честно говоря, приятно удивлен. Ну, опять же, с учетом цены. За 2 бакса это вполне себе напиток. Абсолютно серьезно. Я нахожусь сейчас в некотором культурном шоке от этого всего. Я честно думал, что будет откровенно и говнище, что пить это будет невозможно. Но оказалось, именно брусничка вполне. Так она и пахнет нормально, понимаете. Даже вот с первой чувствовалось, когда запах. Брусничка даже пахнет хорошо. Странно. Да. И входит. Ну да, как я говорю, не мартини, конечно, но за эти деньги это очень прекрасный образец вермута. Мне сейчас даже стыкно, что я это говорю, но минус кристалл. Вот это пить можно. Вот это реально можно пить. Небольшими, конечно, дозами не надо уподобляться мне, но все равно это съедобная вещь. Ну, опять же, с поправкой на цену. Ребята, с поправкой на цену. Запомните это. Ну да, пузырьки, конечно, не очень эротично выглядят. Какие-то они такие. Девочка может не зайти совершенно случайно, но девочку, в конце концов, может допоить сверху водкой. Правильно? А вот тут вот у меня нет претензий. Я в жизни. Как там? Звезда в шоке, как говорил Зверев. Потому что все. Я не знаю, что про это можно дальше говорить. Это нормальный, абсолютно нормальный, симпатичного цвета напиток за свои деньги. Поэтому, наверное, вы знаете, будем его пить за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За вас. И поехали. Все. Все, капец. Можно не кантовать уже. Вырубать. Я серьезно? Пошли, сырок есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok